Добрый вечер. Мы крайне редко вспоминаем, что парламент у нас двухпалатный и состоит из самозванцев Государственной Думы и назначенцев Совета Федерации. На трижды федеральный орган, представьте себе, Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Мы, как правило, обращаем внимание лишь в случае выдающихся инициатив этих, ну, в общем, практически безвестных, но чрезмерно уважаемых людей. Когда им удается достать народ до печенки, швырнуть в людей уж какой-нибудь особенно пакостной инициативой. Если помните, события разворачивались следующим образом. В четверг троекратные федералы удостоились всеобщего внимания. Из нескольких законопроектов по унижению водителей, их на самом деле три, Яровой, Лысакова и сенатора генерала Федорова, правительство поддержало самый мрачный, генеральский, порожденный четырьмя членами Совета Федерации. Светланой Орловой, Вадимом Тюлипановым, Андреем Клишисом и генералом Федоровым. Владимиром Федоровым. Свой законопроект палачей они дали почитать Госдуме еще где-то, ну, ориентировочно в ноябре 2012 года. Палата номер 6 в ответ на это бросилась писать собственные ядовитые бумаги. Получилось сразу два законопроекта. Яровой и Лысакова. Ну и пока толком не ответила на карательные затеи Верхней Палаты, но тогда в дело вступило правительство, расставившее все по местам и назначившее изо всех законопроектов самым полезным для общества вот этот самый закон трекратных федералов. Как и полагается, суть инициативы в том, чтобы любой полицай получил возможность ограбить абсолютно любого водителя, а в случае какого-то несогласия, соответственно, обвинить его в том, что человек за рулем не трезв, и покарать уже совершенно как угодно, лишить права управления, то есть сделать все, что хочется с этим человеком. И правительству очень понравилось, что генералы трое мудрых законников решительно подняли планку пешеходной жизни для водителя до 7 лет, ну а при определенных неприятных обстоятельствах до 15 лет. Представляете, лишение права управления на 15 лет. Особенно для профессионального водителя это означает запрет на профессию и поражение в гражданских правах на 15 лет, то есть практически на целую профессиональную жизнь. Савтор проекта генерал Федоров, ну так получилось, он 13 лет руководил ГАИ, и по совершенно странному стечению обстоятельств именно на этот период произошла окончательная деградация ГАИ. Именно вот в этот период, когда генерал Федоров трудился и руководил, придорожная милиция развалилась, она окончательно ушла с дороги, она перестала регулировать дорожные движения, она стала кормиться с дороги. Причем так с элементами грабежа, насилия, вымогательства, там с применением ряда статей Уголовного кодекса. Кто не верит, почитайте любые новости любого дня, абсолютно неважно, что Федоровского, что нашего нынешнего. Но тут ведь в чем прелесть? У нас полностью изменилась с тех пор ситуация, у нас совершенно другая страна, у нас там ВВП прет, у нас там замечательные совершенно победы на внешнем рынке, на внутреннем рынке, все очень хорошо, инфляции у нас никакой нет. И самое главное, что у нас полностью новая ГАИ, то есть абсолютно некоррумпированная, переаттестация прошла, переименование прошло, там теперь такие шикарные полицейские. При этом лично Нургалеев дважды победил коррупцию полностью, первый раз ее под ноль вырубил, второй раз ее же под ноль вырубил, то есть ноль обнулил вообще просто в натуре как. И что не менее приятно, Путин у нас совершил судебную реформу, суд у нас полностью независим. Как вы знаете, согласно закону о судействе, судья у нас имеет право судить не только по закону, но и по личному убеждению. Иногда, правда, бывают противоречия между личным убеждением и законом, но тогда, соответственно, судья все равно прав, потому что его личное убеждение имеет силу закона. В этом тоже приятная черта той самой судебной реформы, которую Путин так радостно хвастывал. И вот в такой ситуации оставалось, по большому счету, лишь унять вот этих вот разнузданных водителей. Ну, чем обе палаты и занялись на перегонки, рвущие друг у друга карательные инициативы, но пока верхние, вот по результатам прошлой недели, они побеждают нижних. Их закон, на мой взгляд, абсолютно безумен, потому что, согласно нему, заезду в нетрезвом виде водителя можно будет грабить, причем одновременно и на 10 тысяч рублей, и сразу же его тут же лишать на 5 и 7 лет, то есть в зависимости от того, как у милиционера будет настроение, у полицейского будет настроение, то есть двойное наказание тут уже предусмотрено, за повторную езду в пьяном виде и штраф 50 тысяч, и лишение права управления, вот тот самый запрет на профессию до 15 лет. Ясно, что полицаи у нас абсолютно честны, а свидетельствование проводят медицинские безупречно. Поэтому понятно, что такая мера никак не скажется на коррупции в стране и обрушится, конечно, справедливостью на истинно пьяных. По данным бывшего руководителя одной из московских наркологических клиник, на самом деле 17 наркологических клиники, вот то, что, что называется, официально зафиксировано, как врут очевидцы, взятка за то, чтобы поехать дальше, будучи пьяным, 220 тысяч рублей. Вот взятка за трезвость. И это причем под угрозой всего лишь двух лет лишения права управления. То есть, если несговорчивому водителю, некоррумпированный полицай, пару раз впишет какое-нибудь превышение по промилле, то догадайтесь в трех раз, сколько будут стоить права под угрозой пяти лет, а в случае повтора, когда тебе грозит 15 лет, на какую сумму можно будет договориться? Ну, наверное, это будет какая-то значимая сумма, превышающая 220 тысяч рублей той самой взятки, которая, естественно, официально зафиксирована быть не может в нашей стране, тем более, что у нас полностью коррупция побеждена. Ну, правда, там вот Медведев с ней сейчас почему-то борется, хотя странно, Ругалиев ее уже победил. Естественно, вот подобная ситуация правовая, она означает для людей просто, что называется, отсутствие жизненных перспектив. Не важно, это связано просто с правом управления или это связано с работой за рулем автомобиля. Но, тем не менее, представьте себе какие-то варианты реализации этой законодательной инициативы, если она станет законом. Значит, предположим, что жена сидит за рулем, собственник находится справа. Не так поговорили, не так улыбнулись, не так сделали два раза ку перед полицейским, Соответственно, жену тут же оприходуют, она получает какое-то количество промилле в выдыхаемом воздухе. И вот, пожалуйста, сидит муж, который доверил пьяному водителю, то есть собственной жене права управления. Соответственно, он лишается на сколько? На 5-7 лет. А если второй раз подряд, то есть тебя опять ловят, например, жена тебе везет или твой подросший ребенок, дедушку везет, внук, Опять не так поговорили, а у тебя уже есть одна передача нетрезвому водителю, и вторая сколько? 15 лет. Или, поскольку у нас до абсурда может быть доведена абсолютно любая законодательная инициатива в правоприменительной практике, У нас даже ведь статья о встречке была придумана для того, чтобы депутаты не ездили в лоб. Что из этого получилось? Депутаты по-прежнему ездят в лоб, а дедушка, который объезжает дырку в асфальте, дырку по ГОСТу, Его лишает права управления. Здесь может быть точно такая же практика, поэтому представьте себе совершенно мирную картину. Вы сидите дома, на пороге у вас появляется группа лиц из легального вооруженного формирования. Здравствуйте, вы Иван Иванович, да? А простите, пожалуйста, вы ведь машину по доверенности, ну как это у вас называется, продали, да? То есть вы Иван Петровичу ее доверили, да? Знаете, а Иван Петрович пьяным оказался. То есть вы отдали руль нетрезвому. Тогда, пожалуйста, давайте поговорим по поводу того, как в ближайшие 7 лет вы будете ходить пешком. Вы готовы к этому разговору? Да, конечно, финансово сразу становишься готовым к подобному разговору. Это абсурд, но очень много абсурдного в нашей жизни почему-то случается, хотя и не должно. Поскольку закон писали знатоки высшей квалификации, ну естественно, сенаторы, они просто другие не бывают, они предусмотрели даже лишение права управления на 10 лет для пьяного водителя, у которого водительского удостоверения не было никогда. Это вот в законопроекте так написано. На что, кстати, правительство обратило внимание, ткнуло сенаторов нечаянно носом туда. Еще троекратные федералы вписали в свой карательный закон абсолютный ноль промилле и пометили, что наказание за пьяное вождение должно зависеть от степени опьянения. То есть они как-то не очень отследили, что либо степень опьянения, либо ноль. Это говорит о том, что просто разные черновики у них перемешались в итоговом вордовском документе. А сейчас только остается сказать, что секретарша что-то там без ее попутал, видимо. То есть понятно, что сенаторы очень торопились расправой над водителями, так хотелось побыстрее наказать людей, так обыграть хотелось быстренько нижнюю палату здоровой и такой задорной коррупционности, что всерьез думать было просто некому и некогда. И это вот как раз лишнее подтверждение моей клеветнической догадки о том, что сверху спущен заказ на водителей, что поскольку больше денег взять неоткуда и водители, соответственно, остаются единственной дойной коровой, то их нужно карать максимально жестокими мерами, под угрозой которых водители будут, конечно, сговорчивы и, во-первых, накормят гаишников, во-вторых, пополнят собой бюджет. Потому что деваться им некуда, тем более, что Лысаковская группировка, которая у нас отвечает за конституционность законов, принимаемых в Нижней Буйной Палаты, она как раз и Конституцию топчет наиболее активно, поскольку ребята, собственно, допущены как раз до Конституции. Любопытно, как разворачивались события дальше. Вот прямое столкновение Федоровского закона и Лысаковско-яровых инициатив, оно было, что называется, помечено информационным рефреном предыдущей недели. И вот, когда в пятницу страна узнала про законопроект трекратных федералов, генерал Федоров моментально прыгнул в кусты, ему позвонили ребята из редакции Московского комсомольца, попросили разъяснений, он тут же сказал, что ничего подобного не было. Законопроект никто никакой не писал. Да, конечно, Тюльпанова он знает, Орлова он знает, Кличица тоже, да, но, значит так, во-первых, бумагу не писали, во-вторых, бумага была неправильно оформлена, в-третьих, в правительство она не уходила, в-четвертых, отзыв на нее никто не давал, а в-пятых, этот отзыв недостаточно удовлетворительный, и, в общем, бумаги никакой не было, а сегодня в понедельник генеральского соавтора Тюльпанова цитирует РИА Новости, читаю, законопроект есть, в правительство он поступал, и на него дан отзыв, в котором отвечается, что документ был поддержан. То есть, кто наврал, наврал генерал, наврал Тюльпанов или наврал РИА Новости, который ссылается на интервью с Тюльпановым. Причем Тюльпанов выглядит довольно человекообразным, потому что он как раз объясняет, что должно быть 0,3 промилле. Если не будет 0,3 промилле, значит, в тюрьму попадут невиновные. Ну, генерал Федоров пока молчит и говорит, что ничего подобного не было. Перерыв на новости. Прямой московский номер Сергея Асланяна, код города 495, дальше личные данные Сергея Асланяна 6510996, потихонечку переходим к общению. Александр, здравствуйте, сегодня вы у нас первый. Сергей, супер-супер, спасибо большое. Спасибо за передачу, очень приятно. Ой, спасибо. Я сейчас сначала комментарий попробую дать. Давайте, конечно. Поправьте меня, а сколько сейчас наказания, если я уже лишен, допустим, права управления, ну, я все равно езжу. Ну, трезвый, ну, я без прав, но я езжу. Там до 15 суток, в зависимости от того, как у судьи, плохое настроение. И тем более, понимаете, если ведь дело дошло до суда, значит, вы не заплатили менту. А это все-таки оскорбление системы. Понятно. Скажите, я знал такую женщину, у которой от природы генетически так сложилось, что у нее зрачки немножко расширены. Повезло. И ей всегда давали, ну, там, какое-то или опьянение, или наркологию, что-то всегда ей выписывали. Она это нормально уже, ну, как обыденность у нее это было, и она всегда ездила в любом случае. Она говорит, у меня уже 27 лет лишения, поэтому, ну, мне все равно, по сути дела. Как вот, можете так подумать, что будет дальше, если так пойдем? Я думаю, что ее расстреляют, потому что она все-таки является врагом. А с врагами у нас, как вы помните, начиная с 17-го года, не очень церемонятся. Я понял. Хорошо. Спасибо большое. Я коротко про машину еще спрашиваю. Да, давайте, конечно. Я езжу на Део Матизе, по вашему совету. Ой, как хорошо. Да, я не об этом. Александр, вы относитесь к той редкой категории водителей, которые улыбаются в соседние машины и машут приветливо рукой из Матиса в Матис. Вот попробуй в Мерседес махнуть рукой, гранату получишь. А Матисики, они улыбаются друг к другу, они машут лапками, и они очень приветливы. И Матисик Матисика всегда пропустит. Ну, это специфика, наверное, именно Матизов. Но я не об этом. Я купил маме машину Киарио на автомате, еще корейской сборки, тоже по вашему совету. Счастлива без проблем, все замечательно. Но проблема, что у нее чуть-чуть низковато для нашей дачи Клиренс. Какой следующий шаг? Следующий шаг, соответственно, либо дача, либо кроссовер. Нет, лучше кроссовер. Но кроссоверы в последнее время тоже очень тяготеют к земле. Они любят, когда травка, пузико щекочет. Поэтому у многих из них там бывает дорожный просвет какой-нибудь типа 160, а у Жигулей вообще-то и 165-170 случается. Но мы же не будем издеваться над мамой и предлагать ей российский автопром. Правда, Александр? Ни в коем случае. Предложить что-нибудь другое. Да, и здесь можно дальше будет идти... Кстати, маме Матис подойдет, потому что Матис, он, ко всему прочему, вездеход. Он когда пузом цепляется, ему уже без разницы. Во-вторых... Нет, она мама, понимая, что он делает. Я могу на Матисе, я не знаю, как этим пользоваться и зачем эта машина нужна. А маме нужно, чтобы была красненькая на автомате. Ну и там... Я не хочу называть модели, но что-то побольше. Кашкай. Вот правильно. Можно Шкоду Йети. Ну, либо, соответственно, любого корейца. Но, кстати, можно еще пока, например, взять машину под названием Ford Fusion. И у Ford Fusion, у него достаточно высокий дорожный просвет. Он позволяет как раз там на бордюр заехать, ямку преодолеть, какое-нибудь брошенное бревно. Если, конечно, это не секвой, а упало. И вполне себе получится. Все истерпано, Сергей Степанович. Спасибо большое. Сергей, спасибо. Давно я вас не слышал, был рад слышать. Сделаю вид, что мы друг друга не знаем. Дмитрий, здравствуйте. Алло, Сергей, добрый день. Здрасте, Дмитрий. Вот уже второй раз до вас дозвонился. Один раз это было в январе, по-моему. Но в самом конце передачи я вот успел задать несколько вопросов. Рассказал про предыдущую машину Opel Astra. И сказал, что хочу купить Шкоду Octavia. Похвастаться получилось, погордиться нет. Да. Извините. Но и того, что вы купили Octavia. Да, в итоге я ее купил полтора месяца назад. И интересно было то, что практически все дилеры меня отговаривали от чешской сборки. И наставили на том, что Калужская она намного лучше и более современная. Но в итоге я настоял и купил все-таки чешской сборки. Дмитрий, вот теперь вы на себе ощутили, что такое проплаченный пиар? Вот это он и был. Когда вам говорят... Наверное, да. Когда вам говорят, да вы что, немцы? Да вы что, берите родной колхоз? Да у нас... Не, ну вы посмотрите, какая осина. Такой осиной да в лоб. А что эта немецкая палка может? Она только нежно погладит вас. Вот из той же самой серии. Причем еще между тем, как я ездил по дилерам, звонил своему другу, у которого предприятие находится в Калуге. Они там общаются с руководством сборки Калужской. Сказали, что собирают очень плохо все, кроме туареков. То есть, не думаю, что там сборка превосходит чашскую. Нет, конечно, не превосходит. И у меня, например, на контроле до недавнего был эпизод, когда человек купил Калужскую «Октавию», выяснилось, что ему передний подрамник неправильно кувалды присандалили. И дилер, конечно же, вытирал об него ноги до последнего, а представительство разводило руками, потому что ничего не могло поделать. Ну, знаете, ну, завод, ну, бывает, ну, Вася пьяный, давайте его, в конце концов, погладим по головке, дадим ему конфетку за эту. И человек в итоге честно продал эту машину, предупредив следующего, что ему выпала не самая лучшая эстафетная палочка. А машина, она не стояла на дороге, и у нее постоянно руль уходил на бок. Заводской брак. Буду надеяться, да, и, кстати, слышал эту передачу, вот после этого решил настоять на все то, что именно чашская сборка была. Задам вам несколько вопросов, таких, может быть, распространенных. По поводу защиты картера, насколько это опасно при лобовом столкновении, что двигатель не отвалится, все-таки хочу поставить, потому что дороги ужасные. Второй вопрос по поводу замены масла на двух тысячах, я все-таки поменял. Правильно, правильно. Абсолютно правильно вы сделали. Я вот надеюсь, что да, тоже правильно. И последний вопрос по поводу пленки кузова. Вы какое-то место советовали, насколько я помню? Это вообще помогает на трассе от камней? Это очень сильно помогает, потому что пленка достаточно толстая, прозрачная. Я, как только заклеил капот своей машины, сразу получил кирпич из-под грузовика. И на том месте у меня еле заметная вмятина. Нету сколов, нету трещин, нету коррозии. Я с этой дыркой в капоте езжу уже пять лет. И каждый раз, когда мне нужно ее показать так вот хвостливо, я вынужден лазить носом по капоту, так вот елозить и смотреть. Где же дырка тут у меня была? А вот, смотрите, это было пять лет тому назад. Причем у меня машина... А что-то место, не напомните, где это собирают, то есть оклеивают? Это единственное место в Москве, фирм берущихся за это очень много, но единственное место в Москве... Вы в социальных сетях каких-нибудь живете, там в Одноклассниках, в Фейсбуке? Зайдите ко мне на Фейсбук, я вам дам вплоть до телефона, и вам за этот подвиг еще даже скидку дадут. Спасибо. И по поводу все-таки защиты еще, ваше мнение? Защиту ставить надо, потому что на телеграфный столб мы с вами не очень планируем намотаться, а вот получить удар по картеру, вероятно, слишком велика. Хотя, да, наша пуленепробиваемая железная арматура, которая защищает пузо, она очень хороша для того, чтобы наезжать на мины, но в случае ДТП, она, конечно же, перераспределяет энергию удара не так, как это было запрограммировано по зонам сминания, и никто не может предположить и заранее просчитать, что сработает, а что нет. Аэрбэк сработает, а вот как, например, энергия удара уйдет, может быть, уйдет она плохо. Угу, я понял, спасибо вам за ответ, и буду пробовать чешскую сборку. Удачи вам, чешская сборка, это здорово. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что до вас дозвонился, спасибо вам за тему, которую вы поднимаете. Вот сегодняшнюю тему, которую вы начали, такой небольшой комментарий, случился там случай две недели назад. Ну, в общем, естественно, там прибор что-то показал, началось то, началось все. Там, правда, сумма немножко поменьше была, нежели вы озвучили. Причем никакого свидетельства, куда-то меня повезти о свидетельстве, естественно, там ни предложения, ничего не было. Обычный гоп-стоп был, такой серии. О, Владимир, не что? У тебя 20 минут, через 20 минут мы сдаем смену, давай быстрее, там, сейчас это, сейчас то. Короче, пришлось, в общем, там, напрячь высоких людей, в общем, мы им позвонили, там, по шапке надавали, они меня спокойно отпустили. Но пока мы с ним сидели, разговаривали, он мне там столько всего наговорил. И как они эти приборы там крутят, что-то подкручивают, потом перекручивают, когда их сдают. И как они там все делают. Тут молодцы ребята, просто вот слов нет. Скажите, Владимир, самое главное, у вас-то на самом деле в организме что в этот момент водилось? У вас был ноль или как? А я, вы знаете, поскольку с ним никогда не сталкивался, последний раз, вот перед этим, меня тормозили где-то, может быть, лет, наверное, 5-6 раз. Нет, нет, речь о другом. Владимир, вы трезвые были на самом деле? Конечно. То есть прибор был заранее выставлен в такую позицию... Программирован. Да, в которой вы виноваты. Это был некоррумпированный полицейский, прошедший переаттестацию, которого лично Другалиев дважды победил. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Я сильно за них порадовался. Молодцы ребята, просто молодцы. И в этой связи инициатива, что Федорова, что Яровой, что Лысакова, о том, чтобы карать, карать, карать. Вот гады пьют, вот Владимир, мы с вами те самые гады, я точно такой же, как и вы. Я не пью вообще никогда, но я совершенно не гарантирован от того, что меня не найдут 1 промилле, 5 промилле, алкогольную кому, все может быть. Да, это во-первых, а во-вторых, мне почему-то кажется, что сейчас вот еще какой-то небольшой промежуток времени пройдет, и автомобилисты начнут собираться, что-то такое придумать, они, да, там, за рогах выезжать, не думать, конечно, перекрывать их там надо. Не-не-не, Владимир, мы не гражданское общество, мы язык спрячем туда, куда нужно предварительно расстегнуть штаны, чтобы его запрятать. И до тех пор, пока в нашей стране хватает большинству людей на закуску и на приятное перед телевизором сидение в тапочках и с пивом, ничего в этой стране не произойдет. Вот есть вы, есть я, есть еще там синие ведерки, еще может быть человек 300, но у нас нету гражданского общества, у нас нету сплоченности ни по какому поводу. Нас по отдельности каждого бьют по голове ЖКХ, нас каждого бьют налогами, нас гоняют по стороне, как будто здесь пришла оккупационная армия, мы в ответ на это что? Мы сидим дома и очень опечаленные, иногда друг другу звоним, иногда мы делаем всплески в интернете. За нас за всех борется, но может быть только Навальный. А так мы, к сожалению, всего-навсего статисты в этой игре. И вы абсолютно правы. Да, было бы хорошо, если бы мы отметили, например, юбилей 17-го года активными действиями, но ничто не говорят о том, что мы можем себе это позволить. Мы, к сожалению, пока еще находимся несколько на другом витке развития, к огромному моему сожалению. Так что, Владимир, не выйдем, не выйдем. Да, против государственного рэкета, хорошо организованного, кстати, государственного рэкета. Это точно. Это государственная система, она выстроена таким образом. Это, что называется, ничего личного, просто деньги. У них не хватает, им надо. Это не значит, что они со зла как-то осмысленно нас с вами ненавидят. Нет, они просто не принимают нас во внимание. При этом, это ведь старая игра, которая идет еще с детского сада. Если я сильный, ну, как Абдула, а потом мне Господь сказал, возьми кинжал, если ты сильный и смелый, и забери все, что тебе надо. В детском саду игрушку отобрал, и ты молодец. Часто ли воспитательница приходит и говорит, Вовочка, почему ты у Машеньки отобрал игрушку? Очень редко она говорит, что это плохо. И поэтому, если я отобрал, например, под себя правительство или страну, то я молодец. А вы, а вы мне тихо аплодируете, и у меня 146%. Кто-нибудь возразил? Кто-нибудь возразил? Нет. Поэтому, поэтому перерыв на новости. Продолжаем разговоры за жизнь, в том числе автомобильную жизнь. Телефон 6510996. Алексей, наконец-то вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я очень рад, что вам дозвонил. Всегда вас с удовольствием слушаю. Я тоже вам рад. Алексей Степанович, хотел поделиться. У меня был Subaru Polestar. Ух ты. Это было в то время, когда был эксклюзивный дистрибьютор Subaru. Банил Мускин. Да. И через год после приобретения у меня начались сначала небольшие стуки в коробке передач, при переключении с четвертой на третью. Потом стало конкретно долбить. А потом просто стало невозможно есть. И у сервиса великой компании неоднократно сначала мне делали ремонт четыре месяца. Причем меня удивило, что они не заказывали коробку ну там на замену, а заказывали части, которых было очень много. Которые приходили не одновременно, а по очереди. Аккуратно капали в закрома. Да. Потом они все это сделали и делали это там в компании Саха Трансмиссион, потому что они сами коробку не делают. И потом у меня все началось пану. Я каждую неделю ездил, обнулял, обучал эту коробку в сервисе, писал письма в представительство, писал письма в сервис, на что мне было предъявлено страничка из инструкции. И мне сказали, а что ты хочешь? Здесь же написано, что возможны стуки. Вот. И возможны шумы, переприключения. В итоге это продолжалось два года до конца гарантия. Потом я сдал эту машину и вдохнул спокойно. От представительства ничего. А то сервисом получалось, что я виноват. Конечно. Конечно. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Помните, волк это овечке говорил? Конечно. А как иначе? Собственно, вот наличие монополии, оно ведь всегда убивает идею. Всегда убивает дело. И то, что у нас Успенский в течение долгих десятков лет был монополистом, очень сильно подорвало, в принципе, все перспективы Субару. Тем более, что фанатизм клиентский закончился вместе с ВРС. А мейджор, который сейчас вцепился зубами, он тоже не очень понимает, зачем ему эти отдохлого осла уши. Потому что все уже Субару она обезумела в ценообразовании. Модельный ряд у них скуден и довольно странен. А всеобщее хамство у сервиса по городу и по стране, оно привело к тому, что люди просто избегают этой машины. Тем более, что альтернатив-то много. Масса машин гораздо лучше, чем Субару. Согласен. И можно один короткий вопрос? Да, давайте. Ваше мнение, Сергей Степанович, об машине Ауди А6 Allroad. А современной? А нынешней? А нынешней? А нынешней? Ну, очень хорошая легковая машина по земле. Если первый Allroad был настоящим автомобилем с претензией на выезд куда-нибудь к Дальней Ёлке, то нынешний горожанин, он рассчитан на пенсионера-немца, который стоит на фоне ее, любуется, вспоминает молодость в Гитлер-Югенде и чувствует себя реальным покорителем чего угодно вместе, например, с дивизией Дель Вейс. Много где был, много чего видел, и вот у меня такая суровая машина из моей былой действительности. Ее дееспособность в рамках асфальта великолепна. Управляемость и плавность хода. Но от Allroad не осталось ничего. Вообще ничего. То есть вот никак ни с какого боку. К сожалению. хотелось бы иметь нечто вроде ну с какими-то внедорожными вещами. А что вы порекомендуете тогда? Потому что я так понимаю Allroad это уже не Allroad и он просто не подойдет. Либо вы берете какой-то универсальный аппарат типа Tuarego, либо если вы хотите оставаться в машине замаскированной под легковушку, это будет Volvo Хосе 70. Икси 70 это одна из таких вот последних звезд на горизонте Volvo с любым абсолютно мотором. Можно с дизелем с D5, можно с D3, можно брать с бензиновой шестеркой. Это фантастический автомобиль. Он конечно дорогой. По сервису он также беспощаден как в сервисе как с Subaru. Но это великий автомобиль. У него неплохой дорожный просвет, реальный потенциал и на нем очень удобно. он хорошо сделан. C70. А вот то, что китайцы сейчас как бы вмешались, это не отразилось на качестве производства? Это отразилось, потому что качество у Volvo и раньше не было выдающимся и ценник был завышенный. Но и сейчас конечно же китайцы вступают в легкое противоречие со шведами. Ведь почему Ford отказался от шведов? Я когда с фордовцами по этому поводу говорил, они так кулуарно мне сообщали. Знаете, вот это маленькое сплоченное шведское у них там всего 8 миллионов человек на планете Земля. Они очень упрямые, они категорически не хотят никаких компромиссов. Вот они ошибаются и будут эту ошибку доигрывать до конца. Китайцы в этом отношении ребята другие, они просто берут шведов на излом. Не нравится, пошел нафиг отсюда. И многие шведы уже обрели спасительный пинок под зад и улетели в другие фирмы. Вот таким образом сейчас произойдет много чего интересного, но в целом потихонечку, конечно же, китайское проникновение есть и будет, а Вольво, она уже достаточно давно, уже вступив в империю Форда, потихонечку начала утрачивать то, что мы ей приписывали в качестве непогрешимого совершенно изделия. Мы говорили, Вольво не ломается, она уже давно ломается, Вольво все здорово, там уже давно не все здорово, то есть лучше она не становится. Но в целом из категории таких вот абстракций, мы не смотрим как, например, затянут подшипник, но мы смотрим как он придуман. Он придуман гениально. Вот то, как сконструировано Хосе 70, это очень достойный автомобиль на большой платформе. Причем вот он один из первых, кто вступил в этот класс состязания с Субару Аутбеком. Понятно, что у вас охоту от Субару отбили на всю оставшуюся жизнь. Поэтому говорить... Конечно. У меня тоже самое. Поэтому говорить об этом... Кто один раз хлебнул вот это, тот больше уже не хочет. Поэтому либо Хосе 70, либо кроссовера. Но Кизаши, Кизаши я вам не советую, потому что Кизаши это игрушка одноразовая. Она очень неплохо первые 20 минут, потом вы понимаете, что этот этот свифт такого чудовищного размера довольно странен. Тем более, что они, кстати, Сузуки в принципе оставили на нашем рынке только полноприводные версии. И машинка получилась в этом отношении очень неплохая. Но они сэкономили там, где нельзя было экономить. Еще, конечно, есть Тиана полноприводная. Она последние полгода. Сейчас ее снимут, потому что придет китайско-американская версия. Но полноприводная питерская Тиана, она интересна тем, что, во-первых, у нее и полнопривод хорошо реализован. Во-вторых, у нее дорожный просвет сам по себе большой. И еще у нее кузов поднят над подрамниками. Она самая высокая в гамме. И, в общем-то, в целом, я вот сколько по пересеченной местности на этой машине ездил, мне очень понравилось и то, как быстро срабатывает у нее подключение заднего привода, и то, как она, в принципе, по геометрической проходимости может преодолевать наши русские просторы. Ну, машина на любителя. А кроссовер, он, конечно, универсальный. И Touareg здесь, он дорогой, понятно, что дорогой, но он удобен. Но его, конечно, нужно брать только в варианте 3.0, турбодизель и пневма. Именно с оффроуд-пакетом. С оффроуд-пакетом. В первую очередь с оффроуд-пакетом. Потому что у них этот оффроуд-пакет, он идет далеко не на все комплектации. Вот здесь он идет, и тогда получается, что в городе вы едете на удобной, обычной легковой машине. Вы вышли на трассу на дальний прострел, и вы полетели на удобной легковой машине. Вы спрыгнули с трассы и попали в русский Буирак, и выяснилось, что у вас внедорожник. Вот это действительно большое достижение. И по степени универсальности, конечно, Туарек, он очень универсален. Но я сам, например, люблю легковые машины. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Вы дождались этого звездного часа, Евгений. Непременно. Я хотел бы, не знаю, подразнить своих друзей Дениса, Николая, которые на протяжении нескольких месяцев не получаются это сделать. Но я дозвонился в парню. Во-первых, вы удачлив. Евгений, во-вторых, вы обратили внимание, какое сегодня солнышко нам включили на небе? Вообще. Такая редкость. Фантастически. Ну, и по сути, как бы вопрос такой. Вы никогда не обсуждаете BMW? А что там обсуждать? На нее надо либо молиться. Болячки, либо плюсы. Плюсы чисто конструктивные. Инженерная школа BMW это очень высокая школа. Они молодцы. И мне очень понравилось, как Максим Кадаков из газеты Авторевью в свое время, пересев с Ford, по-моему, у него тогда еще был эскорт, со служебного эскорта на трешку BMW, он очень грамотно сформулировал эту разницу. Он сказал, вот пересел в BMW с Ford, и первые две недели ездишь и понимаешь, что ты идиот. Потому что потратил кучу денег ни за что. Разницы никакой. А вот через две недели понимаешь, что нет, идиотом ты был раньше, когда на Ford катался. Вот разница-то она потихонечку в нюансах. Но при всем при том, почему считается, что BMW безупречна, в том числе в исполнении? Потому что BMW-шники это сектанты. Это люди, которые молятся на BMW, они очень редко выносят ссоры из избы. О том, сколько там косяков, какие там слезы клиентские и что-то происходит в сервисе, знает очень узкое, замкнутое сообщество. Например, на ХЗ, который X3, вот у них там мотор 2,5 и 3,0. Да, этот двигатель, он считается инженерным шедевром по праву. Он получил титул «Двигатель года». Ну, в районе, к сожалению, первого цилиндра у него лопается коленвал. Ну, где-то так при пробеге в 25-30 тысяч. Пустячок, но это у него такая родовая особенность. Знаете как, они настолько боролись за весовую культуру, что немножечко там не получилось. Ну, чуть-чуть у него проворачивает вкладыши коленвала. Ну, в основном он, конечно, лопается. Бывают проблемы по головке. А двигатель там шедевральный, который 4,4 битурбо, а, V-образная восьмерка, его разрывает в клочья, там тоже клинит коленвал. А бывает, что, например, там уходит, соответственно, фаза газораспределения клинит двигатель. Да, бывает. Но кто об этом знает? Это же BMW. А причем, знаете как, полностью фразовучит следующим образом. В пиаре BMW помогает HP, если вы помните такую рекламу. Вот так вот, с помощью HP оно все вот как-то их роды бачит по буеракам. Ломается на общих основаниях. Законы физики нарушать не получается даже у немцев, какими бы хваленными они не были, но если посмотреть с точки зрения Кульмана, Ватмана и Рейсфедера, ой, шедевр, ой, хороша, ой, красавица. Вот, Евгений, я ответил на наш вопрос? Да, конечно. И вот второй вопрос, если можно, больная тема моего близкого коллеги и друга. А теперь про Запорожец, наконец-то? Нет, нет, нет. Land Cruiser 150. О, про Адыч. Прадыч, да. Мы, в принципе, нашли пути сделать из Land Cruiser машину, в принципе, приемлемую, хорошую, тихую, комфортную. У него 2,7 турбодизель путем отчиповки за 20 небольшим тысяч и за 50 тысяч установив на машину самоизоляцию полную. Теперь летает и ездит тихо. Наконец-то. Такие две доработки, да, исправили. Причем удивление было такое, что в машине штатного ни грамма вообще шумоизоляции не лежало. Но зачем? То есть просто металл. Ведь машину нужно любить душой и сердцем. Это же не женщина, чтобы ушами. Это вполне себе мужская техника. Она для того, чтобы в том числе давить кого-то на светофоре, крушить пни. Вот такой брутальный аппарат. А еще бы там тормоза и руль немножечко довести до ума. Но, с другой стороны, некоторые умудряются к этому привыкнуть и на фоне шумоизоляции и чипованного мотора уже хорошо. Но мне по тормозам и, например, по курсовой устойчивости эта машина категорически не понравилась. По курсовой устойчивости по сравнению с BMW вообще нет. Вообще он кренится, качается и максимальная крейсерская скорость мне кажется в километрах 120 это максимум, который можно ему позволять. Вот после 120 нужно брать аккуратно армейский памперс на 12 часов работы и так сильно обматываться им. Потому что то, что эта машина делает на 130 пока не разрешенных в нашей стране, но тем не менее вполне реальных. И это просто уже как раз для хорошего такого много впитывающего искусственного материала. Это точно. Это точно. Согласен с вами. Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам за то, как здорово, что в результате апгрейда, то есть человек купил большую дорогую машину, потом взял деньги, еще немножечко вложился, потом довел ее до ума и в результате он получил ту самую Toyota, того самого знаменитого японского качества, которому уже не стыдно гордиться перед друзьями. Это к разговору о иконах, о фетишизации, которые нас вводят по жизни за нас. Перерыв на новости, потом вернемся, поговорим о машинках. Пришло сообщение на сайт от Андрея из Челябинска. В январе стуканул двигатель хваленый вами 1.2 TSI на Туране за 20 дней до окончания гарантии. В заключении заводской брак перескочила цепь. Пробег 50 тысяч километров. Предложили поменять на Golf 6 надежным древним 1.6. Согласился. Прошу прокомментировать. Андрей, абсолютно правильно, тем более после такого серьезного инцидента с двигателем надежный 1.6 это очень логичный вариант. Мне бы на самом деле тоже понравилось. Этому 1.6 ему лет 40 уже. Он еще с первого Golf'а. Вот самого того, с 1974 года. Конечно, он видоизменен, модернизирован, система впрыска на него поставлена, катализатор. Очень хороший аппарат. Вот он же на Skoda, на Octavia, на нынешних добегает последний пробег. Таксисты его обожают, поскольку мотор, максимум, что он может дать, это немножко масла на угар. Чтобы с ним произошла какая-то неприятность, крайне редко это происходит. У нас Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Хорошо, что вы дозвонились. Наконец-то можем пообщаться. Да, я хотел бы, во-первых, поскольку не в первый раз слышу про XC70 в эфире и сомневающихся по этому поводу, я, если можно, коротко верну о достоинствах этого автомобиля. Конечно, конечно. Поскольку обладаю уже год, вот наездил тридцатник, и просто мне кажется, вы знаете, часто слышу, что люди сомневаются, мне кажется, по поводу именно кузова универсала, да, ну, не кроссовер, вроде как, не так понтово, да, но просто хочу заверить, что вот эта машина такого сопряжения потребительских качеств, ну, особенно в дизельном исполнении, в пределах двух миллионов рублей, мне кажется, вот альтернатив просто нет, поэтому многим сомневающимся я бы порекомендовал все-таки обратить внимание, это во-первых. Вот, а теперь, если можно, вопрос. Давайте, кстати, по Вольво я согласен, у вас какой мотор, D5 небось? D5, да, 215 сил, абсолютно блестящая эластичность, потрясающий мотор, вот как можно было взять и создать такой великолепный дизель? И почему, спрашивается, в нашей стране весь АвтоВАЗ, весь ЗИЛ и все остальные предприятия до сих пор не сделали ничего рядом лежащего? Ведь у шведов этого двигателя еще не так давно не было вообще, а теперь он есть. Потрясающий мотор. Мне очень нравится. Согласен, но, наверное, видите, есть какая-то, все-таки есть спрос на соответствующие продукты, очевидно, производит то, что в стране востребовано. Ну, ладно, не будем как бы туда углубляться, сложный вопрос. Я, если можно, дилемму свою изложу вам. Давайте. Вот между диска 4 3-литра дизель, ну, 245 сил, конечно, конечно, соответственно, и, ну, скажем так, определенным пулом конкурентов. В принципе, диска нравится с точки зрения дизайна классического, с точки зрения салона, с точки зрения посадки, с точки зрения дизельности, да, вот. Но, в принципе, есть некие альтернативы, в том числе более дешевые, в частности, Грамм Чироки с 3-литровым дизелем, да, ну, прочие альтернативы, наверное, менее интересны, в частности, там, Туарег не рассматриваю по причине, ну, скажем так, метросексуальности дизайна, да, ну, дизайн более спорный, скажем так, с точки зрения классических идеалов, да. После геометрии дискаря, конечно, это смотрится уже несколько странно, это точно, не так по-мужски, соглашусь, есть такой момент. Ну, да, да, вот, хотел бы, скажем так, есть определенная предрасположенность душой к лендроверам, но поскольку лендровера никогда не эксплуатировал, вот, соглашусь ли я своим рублем поддержать автопроизводителя с известными, ну, скажем так, репутационными вопросами, да, хотя, опять же, понимаю, что нельзя в полной мере, в полной мере доверять форумным разговорам, да, и вообще там анекдотам и прочим, да, но, тем не менее, каково ваше мнение, если у диска, вот, в его, опять же, ценовом диапазоне, у трехлитрового, да, какие-либо конкуренты значимы? Ну, либо вы уходите тогда к японцам на поклон, тем более, что, в зависимости от приоритета, внедорожность или городская жизнь, или там степень универсальности, потому что японцы тоже, конечно, в этом отношении молодцы, хотя у них ценник пугающий, тем более, вы слышали, наверное, как вот только что предыдущий звонивший, он Праду доводил до ума, тут доплатил, доделал, там доплатил, доделал, машину получил в результате, спрашивается, ах, какой баян для козы, дискарь молодец, конечно, конструктивно придуман здорово, я на дискаре сколько раз ездил, вот едешь на нем, ну с утра подходишь к этой машине, ключ на старт, он тебе говорит, внимание, дорогой хозяин, сейчас я тебя убью по сусалу аэрбэгом, что-то он у меня, наверное, сегодня выстрелит, отлично, едем дальше, на следующий день приезжаем, ключ на старт, он говорит, ой, у меня что-то с тормозами, я, наверное, сегодня не буду останавливаться, и так каждый день, на самом деле, это были глюки, то есть у него все нормально работало, на аэрбэгом мне по голове не стучал, педаль у него нормально работала, останавливалась, несколько автономного взгляда на жизнь, и легкое несовпадение по маршрутам и задачам, сегодня он захворал, сегодня у него трудности, а вообще он молодец, и он смотрится здорово, и Лендровер, это брутально, и Лендровер, это здорово, и подвеска у него хорошая, и двигатель у него нормальный, тем более, это двигатель своими корнями, очень даже с неплохой биографией, повезет или нет, вы не знаете об этом, но... Ну я в Москве живу, мне кажется, это мне меньше... Ай! Ну, так важно, с точки зрения того же, в Сибири, да, наверное, я смотрел бы в сторону 200, пусть он и дороже, и, честно говоря, мне не нравится с точки зрения, опять же, того же качества салона. Да, да, есть такое. А, кстати, патруля смотрели вы, вот как-то с этой точки зрения? Вы знаете, настолько раздутая машина, я вообще, честно говоря, к японскому дизайну отношусь скептически с каких-то пор, как только смог себе позволить что-то не японское. Ну да. Вот, и считаю, что он настолько, это не выверено, не исторично, не гармонично, и просто раздул то, что... Ну, это мое, субъективное, поэтому немножечко патрул, конечно, ну, и тианой, понимаете, не пахнет совсем случайно внутри, когда сидишь. Как вы? Как вы? Вы очень хорошо сейчас, на самом деле, Кирилл, вы сказали блистательную совершенно вещь, вы сказали негермонично. Негармонично и негермонично, потому что у германцев, у них, конечно, дизайн немножко другой, а великий француз, Поль Брак, он сказал, почему у японцев такие машины уродские, потому что у них бабы уродские. Посмотрите на этих японок, они же корявые, как сакура. Откуда у них может быть эстетика? Откуда у них может быть представление о красоте? Вот у итальянцев, вот у французов, ну, даже у немцев, хотя у них, конечно, каждая вторая немка, она как Сталинградская битва, страшна как смерть просто. И тем не менее, ну, итальянская школа, да, номер один. И англичане, которые в этом отношении тоже обладают довольно неплохим генофондом, они, конечно, делают более симпатичные автомобили. Но вот Гранд Чироки, у него тоже, чем Гранд Чироки выигрывает у дискаря? Только количеством автомобиля потраченные деньги. Вы там за 2 миллиона с небольшим получаете в упаковке из-под автомобиля больше удовольствия. Ну, тоже, в общем, не шедевр. И тоже у него есть нюансы. И он, как всякий американец, немножко более шаткий валкий. Он немножечко не так тормозит. У него все-таки перераспределение крутящего момента по осям смещено в сторону заднего привода. Он делает вид, что он такой, типа, совсем драйверский. И на нем надо уметь мести хвостом, в отличие от дискаря, который себе подобных пакостей не позволяет. Но, присидевшись, прелести в этой машине раскрывается не меньше, чем в дискавере. Но если вот идти на эксперимент, я бы начал все-таки, конечно, с дискаря. Потому что я тоже понимаю идеологию этой машины. Я готов к тому, что я выйду на бездорожье, он мне в какой-то момент скажет, извини, хозяин, муфта перегрелась, я лег на пузо, сдулся. Пневму потом подкачаешь, я отдыхаю в выходной, их бинбольной. Может быть такое. Бывало с ним. И вот по электрикам он может меня мучить. Но я знаю счастливых обладателей этой машины, у которых вообще никаких проблем. Вот они там по 150, по 180 тысяч отбегали на четвертом дискаре. Да хоть бы что у них произошло. Ну, может быть, смена такая была. Спасибо, Сергей. Ой, спасибо за приятный разговор. Так хорошо вот обо всем, особенно по весне, о этом говорить, когда впереди грезится путешествие. Сергей, тезка мой, здравствуйте. Алло. И неужели вы не дождались, Сергей? Ну, вы же дождались. Да, я дождался. Алло. Да, вы в эфире, я, кстати, тоже в эфире. Замечательно. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Собственно, вопрос такой интересный. После недавнего рождения второго ребенка я понял, что моя текущая Mazda TX-7 стала нам как-то велик... Маловато, а уж очень уж маловато. Поскольку двумя детскими креслами сзади жена там просто не помещается уже. Жена лишняя. Там только теща, максимум теща, жена нет, жена спереди. Вот только теща, да. Поэтому, собственно, сейчас нахожусь в раздумьях, чтобы подбирать в пределах там двух миллионов достаточно большое и желательно с высоким клиренсом и полным приводом, чтобы можно было все это посадить. Сергей, тогда по этапам. Во-первых, это очень здорово, когда второй ребенок. Поздравляю, это очень правильно. Вы с женой абсолютно молодцы. От себя желаю вам третьего. А мы померяем. А вы молодцы. Вот прям совсем молодцы. Вы CX-9 смотрели, раз уж вы Моздовод? Ну, я вам могу сказать так, что по натуре своей я все-таки в большей степени BMW, вот поскольку и первая машина, и третья это были BMW, а по Мазде честно могу сказать, что шумоизоляция здесь никакая, потому что мой ребенок, когда мы первый раз поехали по трассе, спросил меня, папа, где самолет, я его слышу. Да, это был не самолет, это за вами гнался зум-зум. Он самый. Во все лопатки. Он самый, да. Ну, CX-9 в нем чуть-чуть они уронили там немножко шумоизоляции, он якобы семиместный, не верьте, сзади в багажнике у него сидеть бесполезно, но, по крайней мере, там можно уже как-то с креслами. Там же в эту же категорию Toyota Highlander она абсолютно кирзовая изнутри, то есть салон у нее такой, что поначалу нужно брать в гигиенический пакет, ну, чтобы просто сдержать эмоции. Соглашусь. Но там как-то можно разместиться. Есть еще такой страшный ящик Honda Pilot, там тоже место на детские кресла нормальное, абсолютно. А что у вас насчет BMW? Может быть, вы найдете в себе мужество разместиться семьей в каком-нибудь X5? Ну, это мы попробуем, конечно. Я просто понимаю, что ближайший X5 это почти 3 миллиона. Да. А эта сумма довольно серьезно отличается. Никогда не находил 3 миллиона валяющихся на улице. Увы. Ни разу. Но смотрите, какая штука. Вы себя на самом деле искусственно загнали в эту проблему, потому что вот такого автомобиля, где с прежним комфортом, практически квартирным, и одно кресло, и другое кресло, и жена посредине, и еще она может, например, в шубе спокойно двигаться, чтобы там памперс поменять, соску поднять, бутылочку достать, там игрушку тоже достать из-под сидения. Вот такого не бывает. Это все равно компромисс. И найти машину, где вот вы сели, даже вы не сядете в Форде Гелакси, у которого, казалось бы, три конкретных сидения, среднее место для того, чтобы можно было крутиться между двумя детьми, и то будут там нюансы, компромиссы и проблемы. И здесь эффект вот этого второго ребенка, новых проблем. А с ребенком всегда хочется, соответственно, новый фотоаппарат, новую квартиру, новую кроватку, новое все. Потом вот эта эйфория спадает, и вы смотрите на соседа, у которого все то же самое, только Деуматис. И они там помещаются. Такое тоже бывает. Не торопитесь с выводами. Понятно, что ЦХ-7 некрупная машина. По багажнику тем более некрупная. Но аппарат найти равноценный, либо вы в таком случае GL мерседесовский берете, где уж точно вы поместитесь, либо это будет какой-нибудь здоровяк типа Патруля, ну, 200-й Cruiser нет, но это совершенно другие деньги. И они того не стоят. Эти машины того не стоят. Тем более под благородные семейные задачи. Выдержите паузу без твикса пока. Ну, и на этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok